Мы оба пришли в Русскую Православную Церковь из мира исламского, да? Если сегодня жить по тем канонам, которые представлены в православии, это и есть тот самый праведный и истинный путь. А как к этому отнеслось ваше окружение? Люди, оказывается, тоже понимают, что в тебе что-то изменилось. Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире авторская программа о сокровенном. Сегодня у меня в гостях Лариса Микарна-Самигулина, директор 38-й школы города Сургут. Здравствуйте, Лариса Микарна. Здравствуйте! И хочу добавить с тихой радостью, что впервые за все время моей работы, вот в этом качестве ведущего авторской программы, у меня в качестве гостя моя крестница. Да? Совершенно верно. Есть такое дело. Суды, миленькая, прежде нежели мы начнем наш с вами разговор, я разорву чай, хорошо? Хорошо. Чтобы разговор у нас был не только сокровенный, но и задушевный. Спасибо. Не так давно, а может вам уже кажется, что это уже давно, ведь и время такая, очень мистическая категория, да? Произошло очень важное событие в вашей жизни. Вы, слава Богу, крестились в православную веру. Которые, как мне кажется, вы были подготовлены все свои предыдущие жизни. И вместе с тем, что-то поменялось? Сегодня я могу уже с уверенностью говорить, что когда человек принимает решение окрещения, это не сиюминутное решение, и невозможно сегодня какими-то временными рамками определить, кто сколько к этому идет. Мое сегодня глубокое убеждение, что изначально, когда мы появляемся на свет, и нас наставляют родители и более старшие сородичи на путь жизненный, уже в этот момент определяется исход этого решения. Когда я сегодня, обращаясь к тем знаниям, которые я получила от своих родителей, к тем традициям семейные, которые были заложены, даже к тому, как происходило мое именно речение, я уже даже в этом вижу предпосылки исторические в принятии мной такого решения. То есть действительно, наверное, с первых дней своей жизни я именно к этому и шла. Изначально, когда меня назвали именем Лариса, а это таинство совершал мой родной дедушка, который носил сан Мулы и был очень почитаемым священнослужителем большой татарской деревни в Татарстане, он произнес такую фразу, что этому ребенку нужно дать такое имя, которое будет угодно обеим религиям. Ну, как интересно. И поэтому я даже больше отношу вот это решение... Какой мудрый человек. Может быть, даже не столько к себе, сколько вот именно к его вот этому пророческому именно речению. Это даже не просто... Это прозорливость. Это прозорливость. Уже имя-то не татарское, оно, да, в переводе с греческого — «чайка». Поэтому на протяжении всей своей жизни, особенно когда я поменяла место жительства с Мусульманской республики на переезд в город Сургут, я часто слышала вопрос, а как написано имя в паспорте? Люди немножко недоумевали вот этому вот противоречию, что фамилия и отчество, которое я ношу, Мухаммадьяровна, и как имя Лариса. Все почему-то считали, что это одно из вот как раз течений того времени, когда люди для того, чтобы было удобно произносить, или имя было принято в миру, назвали себя по-иному. Переиначивали. Переиначивали. И, ну, в принципе, всем я рассказывала об этой вот исторической составляющей своего имянаречения. Но в последующем вот я заметила за собой те поступки, и стала ощущать, что в своих речах я очень часто говорю о православии, и говорю это не как провозглашая какие-то лозунги, а как будто попережитые мной самой. Я все чаще обращаюсь к людям и пытаюсь их внимание заострить на тех традициях, на тех канонах русской православной церкви. И поскольку большая часть моей жизни связана с общением с родительской общественностью, с педагогами, и, конечно же, прежде всего, с детьми, я все чаще понимаю, что сегодня те правила, которые мы искусственно пытаемся создать в жизни, в школьной, их не нужно выдумывать, они уже написаны много веков назад, и если сегодня жить по тем канонам, которые представлены в православии, это и есть тот самый праведный и истинный путь. Поэтому я все чаще стала об этом говорить и родителям. И когда вот несколько, ну, будем говорить, больше десятилетия тому назад появились первые учебники, мы же все помним, что школа была закрыта от религии, и появились первые учебники «Социокультурные истоки», «Истоковедение» появилось в сургутских школах. Вот эти учебники, они еще раз заставили меня как специалиста, ну, вот в области работы с детьми, задуматься еще раз об этом, еще раз попытаться увидеть истину, но никак сегодня не отвергая то, что есть в мусульманстве, все-таки, ну, в любом случае, любые человеческие поступки, они всегда связаны с тем, что человек сравнивает и принимает правильное решение. И, наверное, путь вот этого анализа и сравнения я тоже прошла. Несколько раз ко мне были обращения от людей, которые, может быть, буквально увидели меня в один вечер, слышали меня, и они все время призывали меня к тому, чтобы я приняла это решение. И даже в эти моменты я все равно пыталась как-то переосмыслить и найти свое предназначение. И я иногда даже говорила о том, что то, что я являюсь мусульманкой, но так яро говорю о православии, это, может быть, даже является определенным козырем для меня, что позволит мне всех людей, которые рядом со мной иной верой или считают себя людьми без веры, все-таки определиться и услышать вот этот мой посыл, как человека иноверца, который говорит об истине. Но, слава Богу, это решение пришло. Оно, еще раз повторюсь, не было сиюминутным. Это вот десятилетие моей собственной жизни. Когда ты много теряешь, ты всегда ищешь в чем-то поддержку. Но для меня всегда главным остается это не просить, а благодарить. Как раз благодарение, оно и привело меня к этому решению. То, что я видела искренние взгляды, добрые слова, открытые сердца людей, которые рядом со мной. И не словом, а своим отношением я от них именно чувствовала вот эту поддержку. И то таинство, которое произошло, и вот эта вот возможность все начать с чистого листа, оно вообще... Уникальное, да? Уникальное, да. Возможность, она как бы сыграла достаточно для меня очень серьезную роль. И слава Богу, что моя ежедневная дорога на работу, она лежит по улице Университетской, мимо храма Георгия Победоносца. И до того, до дня крещения и по сегодняшний день, ну вот, моя душа просто, видно, к этому стремилась, потому что ежедневно, проезжая мимо этого храма, в автомобиле рука тянулась, чтобы убавить музыку и вознести слова благодарности Богу, не просить ни о чем, а именно благодарить за то, что, да, ты есть, что ты можешь помочь. И я сегодня искренне радуюсь тому, что вот момент стеснения о принятии такого решения, потому что мы же понимаем, что люди вокруг не всегда готовы понять и принять то, что ты делаешь, что сегодня вот этот момент стеснения у меня отсутствует. Я об этом говорю с великой радостью, в надежде на то, что люди так же искренне за меня порадуются. Попробуйте чай. Смущение было. Я вас так понимаю, может быть, как никто. Потому что нас с вами роднит еще то, что мы оба пришли в Русскую Православную Церковь из мира исламского, да? Да. И мне по сию пору часто задают эти вопросы, особенно если люди так тоже задумываются о приходе, веря. Они говорят, а почему-то... А меня удивляет, что меня задают этот вопрос. Я искренне удивляюсь. Мне говорят, а как к этому отнеслось ваше окружение, да? Я попозже скажу, почему меня удивляет этот вопрос, а я хочу вам его теперь адресовать. Вам уже задавали этот вопрос, да? Конечно, мне кажется, что это неизбежно. Ну и к этому всегда ты готов, потому что теперь же ты не сам существуешь рядом с тобой, Богом. И как отнеслось ваше окружение? Я благодарна всем, кто об этом узнавал. Ну, во-первых, большая часть людей искренне радовалась, поздравляла меня с этим событием как самым большим праздником в моей жизни. Я не услышала слов осуждения. И я уверена, даже если они у кого закрались сегодня в душу, и, может быть, они где-то немножко сегодня со мной не согласны, с принятым моим решением, я уверена, что последующие дни наши совместные с ними жизни в бытие, они все равно их переубедят. И наступит тот момент, когда они вот искренне примут то, что приняла я. Но я очень рада тому, что мои родственники, вот все-таки это событие, которое произошло, вернувшись на свою родную землю, когда мы собрались за праздничным столом, и я проговорила о своем принятом решении, честно скажу, что определенной боязни она присутствовала. Мы ведь не хотим своим близким сделать больно. И я искренне возрадовалась, но я поняла, что это наше общее достояние того, как мы воспитывались в семье. Потому что для нас, вот именно из исторических корней, именно от наших предков, все время закладывалась позиция, что мы должны почитать любую религию, с уважением относиться ко всем людям. А вот это вот то, что в семье заложено, оно и вот возымело свой результат. Слава Богу, что у моих родственников браки сложены из различных религий. У нас есть и католики. У нас, да, в нашем роду есть и представители, и традиционного православия. Поэтому как бы было принято все очень доброжелательно, с великой радостью. Но вот это вот как бы для меня было еще одним подарком. То, что осуждения я не услышала. Ну и потом, наверное, вот первостепенно это все-таки семья. Ну и все-таки, наверное, нужно сказать то, что сегодня происходит в нашей обыденной жизни, то, как сегодня себя позиционирует церковь, то, что мы видим в оценочных суждениях, в поступках людей, оно как бы еще раз подвигает вот к принятию этого решения и не к осуждению. Слава Богу. А я вам пообещал, что позже скажу, почему меня удивляют вопросы этих людей, когда меня задают вопрос, а вот ваше окружение как это. Вы знаете, возможно, это еще связано с тем, что я мужчина, и мужчина восточный, который с детства привык принимать самостоятельные решения. Тем более я буквально в отрочестве остался один, и с тех пор я вот как-то вот так привык сам принимать решения. Все достижения-то мои, все ошибки все мои. Я как-то это, я сам понимаю. Знаете, почему мне это удивительно? Скажу почему. Я об этом вообще не задумывался. Вот видите, вы все-таки размышляли, да? Я понимаю, мы же с вами несколько лет знакомы, и я помню вот эти периоды вашего прохождения, и когда мы с вами вот, я в Варе, увиделись, помните, я попросил нас оставить с вами на две минуты, да? Я почувствовал уже полную вашу готовность, да? Я сказал, все, давайте, завтра. И это случилось. Вы знаете, Лависа Михайловна, совершенно честно, у меня и тени этой мысли не возникало, как отнесутся мои знакомые, близкие, мое окружение вообще. Я скажу почему. Потому что я, когда меня задают вопрос, я говорю, о чем вы говорите? Здесь Христос и Ближний. Это вообще несоизмеримо. Несоизмеримо. Никогда, нет, никогда не возникало. Я даже как-то сказал одному человеку, у меня начало это традиции, впрочем, я ведь родился традиционно, это патриархальная семья. Я сказал, ты знаешь, вот если бы как китайская стена вот выстроились бы все они, все эти поколения, я все равно бы вот так обошел бы и сказал бы, а я все равно, я все равно буду креститься. Потому что разве это вот эта радость соизмерима? Да? Быть со Христом? Удивительная вещь, я говорил об этом не раз во время публичных выступлений. Мы с вами, советские люди, да? Такой парадокс, на первый взгляд. Мы родились и выросли в государстве, которое принято называть безбожным. Так оно и было на самом деле. И для того, чтобы исповедовать свою веру открыто тогда, особенно если ты занимал какую-то должность, это было делом вообще личного мужества. Правда? Да, вот государство было безбожным, но оно воспитало своих граждан благочестием. Это правда? Совсем нет. И когда случилось вот это величайшее событие, второе крещение Руси, мы его называемое, когда как раз отмечалось тысячелетие принятия христианства, я помню это вот как сейчас. Это так было интересно, вот этот слом происходил. И получилось, что я стал и свидетелем, а потом уже участником. Пусть крошечную свою лепту внес, то тоже стал частью этой церкви. Как интересно, вы татарка, по рождению, я азербайджанец, я еще был членом коммунистической партии, секретарем вузовского комитета комсомола с правами райкома. Это все было? То есть, меня здесь не должно было быть по определению, если мыслить привычными категориями, ни по какому из этих признаков. Просто не должно. А это тем не менее случилось. Как вы сейчас сказали, что все поколения, домашнее воспитание вас к этому привело. Сама система государственного образования, вот в следующих наших программах мы об этом поговорим с вами более подробно, потому что это та нива, на которой вы трудитесь. Жизнь, быт, система образования, все это в совокупности, она подготовила бы нас к тому, чтобы мы готовы были принять Христа. Совершенно верно. Как удивительно. Все равно рядом должны быть те самые живые люди. Мы, может быть, иногда не обращаем внимания, что даже минутное общение с каким-то человеком, оно закономерно, и оно не зря в нашей жизни происходит. И вот те самые мои две минуты, о которых вы говорите, вот это вот уже принятие решения, это равносильно, что ты вот как сосуд наполняешься, ты же сам не видишь грани, насколько ты наполнен. Только человек со стороны может оценить вот твою именно наполненность, вот в данном случае вот эту вот духовную, православную составляющую. Я вот считаю, что в любом случае рядом должен быть человек, который очень чувствительный, очень внимательный, который вот это вот почувствует и вселит в тебя уверенность о правильности принятия решения. рядом в любом случае должен быть или священник, или добрый наставник, или вот такой человек, как вы, который рядом со мной оказались. Я благодарна вам. Как часто встречались за эти годы, да? Буквально первый приезд, вот я выступал в вашей школе, и я помню, как вот некоторые из наших общих с вами друзья просто настоятельно говорили, что вам надо... И только я помню, всегда говорил, не надо, пока не надо, да? А вот в тот приезд, я мол, что-то я почувствовал, все, вы абсолютно готовы, все. Вот теперь уже медлить нельзя, да? Промедлить смерти подобно. В буквальном смысле этого слова. Смерти подобно. Валерий Михайлович, я понимаю, что это очень сокровенное чувство. У нас и программа в сокровенном. Что изменилось у вас после этого таинства? Вы как были для меня вот милым человеком, который я очень люблю? А теперь уже чувство родства есть удивительно. Спасибо. Крестница. Вот. А что, слава Богу, а что внутри вас? Это ведь не ритуал, это ведь было таинство. Я помню, как оно происходило, я никогда не забуду, у меня есть и крестники, и крестница, но вот таинство крещения, тогда вот в храме коленника осталось в памяти у меня навсегда. Вот, знаете, есть необъяснимые просто факты в нашей жизни, никто не может до сих пор объяснить возникновение священного огня. и вот этот вот момент, когда ты принимаешь тайну крещения, вот действительно какие-то силы, эмоции, они в этот момент тебя просто захлёстывают, и иногда ты сам даже не понимаешь, что произошло с тобой, почему-то вот принципиально твоя как бы жизнь просто поменялась. И буквально первые шаги, когда я вышла из храма, я вот ощущала, во-первых, но моё имя ещё и слово «чайка» в переводе с креческого языка, поэтому если я сравнюсь, то действительно вот прям крылья расправляются и хочется вот лететь навстречу обычным там будням, живым детям, родителям недовольным, педагогам, которых всегда мучает огромное количество вопросов. И вот принятие решений, во-первых, меняется, ты уже всё это делаешь, они в том числе, конечно же, на букве закона, потому что нужно это всё соблюдать, и мы государственные люди, мы обязаны это делать, но ещё всё время это измеряешь с человеческими, с моральными качествами, с позицией, с человеческой. То есть вот как бы нормы совершенно другие, совершенно по-иному. Я иногда даже сама не понимаю, ну как так вот быстро всё это произошло, что оценка событий, которые, поступков человеческих, оно совершенно всё по-другому происходит, по-другому начинаешь воспринимать мир, и оказывается, это очень заметно и людям. Я-то понимаю, что это было таинство, и не все ещё в этот момент знали, я проживаю день изо дня, а люди, оказывается, тоже понимают, что в тебе что-то изменилось, и они это ощущают. И слава Богу, что это вот во благо, что это для своей душевной чистоты. И я вот просто даже не знаю, какими словами это всё описать, но это что-то такое вот до сих пор как бы мной очень принятое, но вот в словах это вот просто сказать, что со мной сейчас происходит, я ещё всё-таки нахожусь, я не могу сказать, что всё вот произошло, и я уже такая, какая есть. У меня ощущение, что изо дня в день происходят изменения. И напрямую они связаны именно не с тем, что я стала больше знать или больше читать, или больше получать какую-то информацию, а вот именно только с тем, что я вот прошла от крещения. Вы себя по-другому стали здесь теперь ощущать после крещения? Ну, конечно. Я думаю, что это обязательно как бы должно быть. Ну, во-первых, я не могу сказать, что у нас постоянно есть чувство радости за каждый прожитый день. И вот у меня оно так же, как и у всех людей, вот сегодня я рада, а завтра я, может быть, и не очень рада. А вот это вот состояние внутренней радости от каждого прожитого дня, от того, что ты произвёл, оно и вселяет, вселяет вот уверенность в том, что ты находишься в нужном месте, и вот это твоя миссия, и ты должен этим заниматься. Хотя изначально было очень много противоречий, ну, вот даже в профессии в собственной. И вот именно прожив уже всё-таки полстолетия, да, я понимаю, что вот, ну, ничего зря не происходит, и вот эти вот изменения не вот как-то меня усиливают и помогают мне. но самое главное помогают в чём? Это быть действительно понятой и признанной людьми вот в честь того, что ты хочешь им помочь, а не хочешь быть их каким-то настоятелем и управителем каким-то, вот именно человеком, который стоит рядом с ними и готов вот взять их и вместе с ними идти. Вы сделали себе замечательный подарок. Я помню нашу ямварскую беседу, когда вы мне объявили, это дошло до вашего полувекового юбилея. Да. Остаётся там каких-то два месяца, и я вам тогда сказал, когда попросил две минуты оставить нас двоих, я сказал, что вам будут делать подарки наверняка, но самый большой подарок у вас есть возможность сделать саму себя, какой-какой, да, вот такой. Вот вдруг шанс, да, прожив полувека, начать с чистого листа. Да, с чистого листа. Как хорошо, что это случилось. Есть такие профессии, где даже неуместно слово работа, а уместно слово служение. Даже актёры говорят, старое актёрское шоу, что я служу в таком-то театре. Служу. Военные служат, отцы служат. в церкви. Ведь учитель, это что же служение. Скажите, пожалуйста, Лариса Михайловна, а вот после принятия на святого крещения, что поменялось в вашем служении? В исполнении этого служения. Поменялось что-то? Сейчас непростое время для системы образования, в том числе, и зачастую иногда может быть принятые решения, они противоречат твоим внутренним помыслам, твоим душевным порывам. Это неизбежно. Но тем не менее, когда ты действительно готов, принимая решение во благо человека, сам пострадать, это, наверное, одно из великих качеств, я думаю, что для человека. И вот я постепенно именно к этому подошла, что решение уже не во благо исполнения, а именно во благо человека должно происходить. вот это вот просто стало таким ключевым. Жить стало радостнее? Да. По слову апостола, да? Да. Всегда радуетесь. А это и приносит радость. За все благодарите. Почаще бы люди вспоминали, правда? Правда? Всегда есть повод радоваться. Это правда. Это правда. Вы знаете, наша вот эта первая с вами беседа подходит к концу. Я хочу вам пожелать помощи Божьей. на каждый день. Каждый день Божий. Вот. И благодарю вас. А нашим детям хочу напомнить, что сегодня в программе авторской о сокровенном была моя крестница Лариса Михайловна Сайгольнина, лекция 38-й школы города Сургута. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok